Итак, орг-схема. Что такое орг-схема? Вот здесь у вас дается определение того, что такое орг-схема. Я не буду это комментировать. Можно прочитать. А прокомментирую я одну из этих определений. Вся работа организована по результатам, а не по действиям. Как иногда или чаще всего, ну или иногда мы руководим. Вот сейчас я покажу пример, как руководители руководят по действиям. Я специально буду утрировать, чтобы выделить мысль. Допустим, я сам буду руководителем, и я сам буду сотрудником, выполняющим распоряжение руководителя. И я как руководитель сейчас руковожу действиями сотрудника. Я ему говорю, встань прямо, повернись налево, сделай шаг, еще сделай шаг, еще сделай шаг, вытяни руку, опусти ладонь ниже, ниже, разожми пальцы. То есть, что я хотел как руководитель? Я как руководитель хотел, чтобы этот фломастер оказался вот в этом стаканчике. Давайте вот этот стаканчик возьмем. А теперь я как руководитель буду руководить не действиями, а результатом. Я говорю своему сотруднику, сотрудник, сделай так, чтобы этот фломастер оказался в стаканчике. И тогда сотрудник берет фломастер, и способом, который он выбирает сам, он делает этот результат. Он может его сделать так, он может его сделать вот так, ну или вот так. Что по большому счету нам не важно, нам как руководителям, как он это сделает. При условии, если будет достигнут результат, и использованы те ресурсы, которые мы для этого выделили. Так вот, орг-схема позволяет руководить не по действиям, а по результатам. Ну и давайте разберем. Перед тем, как мы перейдем к орг-схеме, давайте определим, введем понятие ИКР, идеальный конечный результат. Понятие ИКР, идеальный конечный результат, взято из ТРИЗа. ТРИЗ, теория решения изобретательских задач. И что это такое? То есть это идеальный конечный результат. То есть если мы делаем какое-либо действие, то мы определяем идеальный. Идеальный подразумевается, что мы отбрасываем какие-то, то есть мы его идеализируем. Идеализируем для того, чтобы выделить суть этого результата. Конечный, что это именно конечный результат действий, ну и результат это результат. Итак, что, по-вашему, является идеальным конечным результатом взаимодействия команды вашей компании? Удовольный потребитель. Могут довольный потребитель. Ну да, да, вы знали. Конечно, это довольный покупатель, получивший оптимальное удовлетворение своей потребности через продукт компании, ставший постоянным клиентом вашей компании, рекомендующего своим друзьям и знакомым. Согласны? То есть это идеальный конечный результат работы всей вашей компании. И каждый сотрудник, каждый сотрудник вашей компании должен стремиться своими действиями так или иначе в конечном итоге выходить на вот этот результат. Начиная от технички и заканчивая генеральным директором. Потому что если действие направлено не на вот этот вот результат, то зачем оно нужно? Ну и эффективность падает, и много что падает. Ой. Итак, идеальный конечный результат для всей компании. Ну а теперь давайте оргсхема. Рисуем. Допустим, что вот это, это все процессы вот в этом квадратике. Мы будем считать, что здесь все функционалы и все процессы, которые происходят в компании. Все. И мы, чтобы показать, что все процессы в компании ведут к идеальному конечному результату компании, пишем идеальный конечный результат компании визуально на листочке внизу. И называем его ИКР-компании. И прям конкретно его здесь и пишем. Дальше весь функционал компании, все, что есть в компании, мы делим на 7 частей. Просто делим на 7 частей. И для каждой части, называем эту часть департаментами, можно назвать как угодно, ну, допустим, назовем их департаментами, и для каждого департамента определяем ИКР этого департамента. Идеальный конечный результат работы департамента. То есть к чему должны стремиться все сотрудники, работающие в этом департаменте? Вот к этому идеальному конечному результату. Соответственно, сумма 7 ИКР-департаментов должна выдавать ИКР-компании. После этого каждый департамент мы делим на еще 3 подразделения. И для каждого подразделения определяем его ИКР. И нумеруем с 1 по 21. Таким образом, у нас получается 21 подразделение. Теперь людей сверху, департаменты подчиняем топам, так как у нас это организовано в компании. И самих людей добавляем овальчиками. Овальчик — это человек, овальчик — это человек, человек, человек. И что мы здесь видим? Мы видим наглядно всю схему. Мы видим руководителей топов. Мы видим уровень их ранг. Мы видим подчинение, то есть сверху вниз. То есть это сотрудник, работающий в 6 подразделении. И его руководитель, поднимаемся вверх, является руководителем 2 департамента. У этого руководителя департамента, его непосредственный руководитель, вот этот руководитель. Возьмем, допустим, вот этого сотрудника. У этого сотрудника есть руководитель подразделения. Этот руководитель подразделения подчиняется, смотрим сюда, вот сюда. Возьмем вот этого сотрудника. Вот у этого сотрудника, руководителя подразделения нету, пусто, руководителя департамента нету, пусто, он напрямую подчиняется, его непосредственный руководитель напрямую подчиняется вот этому ТОПу. Теперь сколько ТОПу получается у нас подчиняется? 20-й? Быстрее, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. Это пример. Я набрасывал ковальчики так, от фонаря. Что здесь важно? То есть, во-первых, создается строгое, непонятно, кто непосредственный руководитель, раз. Второе, мы можем делить функционал сотрудников на шляпы, можно называть их шляпами или мундирами, или мантиями, как угодно. Но важно, что у нас часто сотрудники выполняют несколько функций из разных департаментов, и иногда это создает путаницу. А здесь, задав одного человека в двух разных овальчиках, выделив две шляпы, мы можем фактически четко и ясно определить, что в рамках этой шляпы он подчиняется сюда и делает вот это, а в рамках этой шляпы он подчиняется сюда и делает вот это. Шляпы мы можем менять между сотрудниками, определив один раз шляпу, мы можем передавать этому сотруднику, вот эта теперь шляпа стала твоей. Мы можем нормально, гибко двигать, и сотруднику будет понятно, что меняется в его жизни. Еще важность. Мы определяем, мы здесь напишем, чем у нас занимается каждый департамент. Мы определяем идеальный конечный результат каждого департамента. Каждый сотрудник может найти себя, свою фамилию на этой оргсхеме. Оргсхема висит на стене всегда в компании, и он может понять, чем занимаются все остальные сотрудники в компании. Если, может быть, сразу он это не поймет и не осознает, то через какое-то время, объясняя и рассказывая ему, что происходит здесь, 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 чем занимается Иванов или Петров, и в чем заключается идеальный конечный результат здесь, он это в какой-то момент поймет. Что еще важно? Если вы посмотрели на кодекс компании, то каждый документ в кодексе компании пронумерован, так же, как и оглавление пронумерованное. Каждый регламентирующий документ, каждая договоренность относится к одному из подразделений. Таким образом, вечная проблема написания должностной инструкции, которая все время меняется, отпадает. Потому что для вот этого сотрудника в шестом, все документы, которые написаны для шестого подразделения, являются его должностной инструкцией. Это регламентирующие документы, что он делает, то есть договоренности. Частично для второго департамента, но и частично там для административного. То есть мы можем задать, какое количество документов в каких подразделениях задает его должностную инструкцию. Потому что каждый документ это договоренность о том, как мы действуем. Регламентирующая договоренность. И если она там так не работает, мы передоговариваемся, переписываем ее. Что еще здесь важно? Последнее, что важно. Смотрите, что является самым, опять же, страшным и желаемым для руководителя. Каждый руководитель все время говорит, нет инициативы снизу. Они внизу не инициативны. И давайте инициативу, говорите вы, своим подчиненным. А они не дают инициативу. Почему? А потому что наверняка и стопудово в какой-то момент в вашей жизни какой-то из сотрудников пришел и сказал, давайте сделаем вот так. И то, что он предложил, наверняка и сто процентов с вашей точки зрения, вашего опыта и вам как руководителя, это было не нужно. Или это вообще было не туда. Или вообще это был, может быть, детский лепет или еще что-то. Но человек пришел с этой инициативой. И вы сказали, не, не, это все не работает. И он ушел. И после этого он уже не придет с инициативой никогда. Когда мы говорим человеку, дай инициативу, он говорит то, что у него в голове. А то, что у него в голове, далеко не то, что вы хотите, чтобы было сказано. Потому что ваш уровень опыта и понимания жизни, он вот здесь. Он вот здесь. Вы понимаете то, что происходит в компании? Сотрудники не понимают то, что происходит в компании. И иногда то, что они предлагают, действительно не нужно. Но что важно здесь? Что помогает делать оргсхема? Она помогает объяснить сотруднику просто, почему то, что он сейчас предлагает, в данном конкретном случае нереализуемо в рамках нашей компании. Потому что он предлагает, а давайте вот это. Вы говорите, подожди, смотри, у нас есть оргсхема. И вот за то, что ты предлагаешь, сейчас вот у нас департамент. Вот видишь его идеальный конечный результат. Они за это отвечают. Я понимаю, что ты предлагаешь вот это, вот это. Но сейчас это зона ответственности вот этого человека. И то, что ты предлагаешь классно, давай мы предложим это ему. Возможно, первые 20 обращений вы, как руководитель, будете немножко нянчиться со своими сотрудниками и объяснять им, как устроен ваш бизнес. Но с того момента, когда они его поймут, 21 предложение, он придет и скажет, давайте вот здесь вы скажете. Конечно. Конечно, согласитесь с ним, и там это заработает. А теперь представьте сотрудника, который внес предложение в структуру компании, в функционал, и оно заработало так, как он предложил. Нужна ли этому сотруднику мотивация в чем-либо еще? Нет. И тогда для него вот эти предложения и будут являться его самореализацией. Возвращаясь к мысли о пространстве для самореализации. Мы предлагаем людям творить, объясняя, что происходит. Мы показываем, мы просто обучаем их тому, что происходит в компании. Мы просто их обучаем. И через какое-то время они начнут предлагать действительно стоящие вещи. И не просто предлагать, а они будут записываться в кодекс компании, автоматически вводиться как стандартом и автоматически выполняться. И если они не выполняются, то опять же мы можем всегда сесть и спросить, где не выполняется. А ориентиром для нас будут являться ИКР. Ориентиром. Это как столбы, которые мы заранее выставили, регламентировав, определив, структурировав, да, да, структурировав заранее пространство. Мы создали эти приглашающие формы для функционала. Говорите, можно, вот, творчество, да, вот. И вместе с ним и помогаем человеку творить, помогаем ему осознать это. Сложно это? Да, сложно. Но помните, опять же, в самом начале это выбор. Директивное управление и постоянный контроль. Или вы направляете действия на то, чтобы помогать развивать своих сотрудников. Итак, оргсхема выглядит вот таким образом. Идем дальше. Ну и теперь, собственно говоря, это была верхняя часть. Это департамент коммуникации персонала. Как вы думаете, что является идеальным конечным результатом департамента коммуникации персонала? Все процессы четко стыкуются между собой. Результаты одного передаются другому без потерь. Да. Да. Потому что, смотрите, что по сути является, что такое компания по сути? Это люди. Да. Это люди, которые делают свою работу, действия. Ну, я нарисовал вот такой вот стрелочкой. То есть свою делают работу. И фактически коммуникация между ними. То есть что такое работающая компания? Это когда каждый сотрудник знает, что ему делать. И между всеми сотрудниками в компании налажена коммуникация. Вот это передача под продуктов и продуктов. Поэтому идеальным конечным результатом департамента коммуникации персонала это четко работает система коммуникации, поставленная на посты продуктивно производящие и исполняющиеся энергии сотрудники. Есть притча. Один руководитель одной республики, которая называется Монгольская, нанял советника для того, чтобы тот помог управлять государством. Советник пришел, что-то поделал, там приходит и говорит, «Не, слушай, они не понимают». Но что президент ему сказал, «Слушай, других монголов у меня нет. Других монголов у меня нет. Это про ваших сотрудников в вашей компании». Так, ну что ж, соответственно, три подразделения. Это подразделение персонала, подразделение коммуникации, подразделение поддержки и вот их ИКР. Мы сейчас, я не буду разбирать каждый департамент отдельно и не будем разбирать ИКР отдельно. Но они есть и в том варианте, в более развернутом варианте нашего события я обычно веду так, в ваших раздатках нет того, что есть. Я предлагаю, определяю, что такое департамент, предлагаю вместе определить, что такое ИКР департамента. Мы креативим, думаем, от этого все происходит лучше, запоминание. После этого мы определяем подразделения и определяем их ИКР. В любом случае… Это теория какая-то базовая или это уже ваши наработки внутри наполнения ИКР каждого сделала или это то, что было предложено… Это 50 на 50. Это адаптированный вариант. Это адаптированный вариант. Причем в сайтах Google, про которые мы будем говорить чуть позже, уже более адаптированный вариант. И здесь еще обновление не прошло, произойдет обновление. Да, и сразу отвечу. То есть сама схема, оргсхема взята как идея из Манха, модели административного Рона Хаббарда. Но многие вещи по принципу переработаны и работают не так, как в организующей схеме Рона Хаббарда. То есть здесь мы используем пример визуализации. Мы определяем ИКР, идеальные конечные результаты. Мы делаем это все вместе. И если вот этот ИКР в вашей компании не нужен или он у вас другой, вы записываете свой ИКР, другой. Это для шаблона, для того, чтобы вам стартанула мысль, чтобы что-то посмотреть. Проще посмотреть что-то и тогда делать свое. То есть вы смотрите сюда и думаете, а как у меня в компании? А как я хочу, чтобы было у меня в компании? И определяете для своей компании. Свое количество департаментов, можно не семь. Свои ИКР, свои подразделения, свои. Ну что ж, следующий финансовый, потом производство. И производством это то, чем отличаются все бизнесы. То есть вот этих вот подразделений производства может быть много, в зависимости от того, сколько направлений внутри одной компании по производству. Качество квалификации, развитие рынка, административный. Отдельно хочу сказать, что вот в административном есть подразделение учредителя, и у него есть свои обязанности в компании, и они здесь прописаны. И есть подразделения безопасности и подразделения директора. И для всех прописываются. Важно здесь не то, что здесь написано. Вот я отдельно хочу сказать, что важно не то, что здесь написано, а важно то, как вы общаетесь со своими сотрудниками в тот момент, когда первый раз составляете эту схему, и в тот момент, когда вы обучаете этой схеме нового сотрудника. Вот этот момент коммуникации, вот он важнее всего. Потому что именно в этот момент происходит то самое вот… Первичная система договоренности. Первичная система договоренности. Именно вот в этот момент происходит. Помните, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимодействие. То есть взаимодействие возникает, когда есть взаимопонимание и взаимоотношение. Объясняя сотруднику эту схему, вы показываете ему свое взаимоотношение. Через это возникает взаимопонимание, и следствием возникает взаимодействие. То есть сама по себе орг-схема, вот так она у нас висит в компании, вот она. Красиво распечатанный вариант, зафиксированный. В какой-то момент у нас было вот так вот. Здесь фамилии поменены, кроме моей, кроме моей фамилии поменены, ну, потому что вопрос экологичности. А вот сами должности вот именно вот так вот и располагались. То есть вот фамилии соответствуют реальным людям и реальным шляпам. И это было на момент 2011 года. То есть сейчас уже все сдвинулось, то есть каждое движение в компании, изменение, оно все время отражается здесь. Ну и у нас разные овальчики. Двойной овальчик – это основная шляпа, одинарный овальчик – это просто шляпа. Есть у нас пунктирные шляпы – это на аутсорсинге. Компании на аутсорсинге, основные должности. То есть это все можно помечать. Так, это был кодекс компании. Или это была орг-схема, орг-схема компании. То есть это именно о том, стоит как во время конкента и нам д Rhe ENC, и третий das всех элементов — это богатый коэффа. И это самые сутриная цепь за оборотом.